Первым вопросом повестки дня очередной 31-й сессии Государственного Совета стал отчет главы Чувашии Михаила Игнатьева о деятельности Кабинета Министров за 2018 год. Руководитель региона подвел основные итоги социально-экономического развития республики в 2018 году и обозначил задачи на будущее. В ближайшие годы всех нас ждет колоссальная и очень ответственная работа. Президентом Российской Федерации Владимир Владимировичем Путином в указе от 7 мая 2018 года номер 204 определены национальные цели и стратегические задачи развития на ближайшие 6 лет. На их достижения из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников выделяется гигантская сумма в размере 25 триллионов 700 миллиардов рублей. Глобальные изменения произойдут во всех сферах общественной жизни. Работа по повышению благосостояния жителей Чувашии на основе устойчивого социально-экономического роста была, есть и будет для нас приоритетной задачей. Михаил Игнатьев отметил, за отчетный период основные макроэкономические показатели в республике выросли больше, чем в среднем по Российской Федерации. Увеличились объемы промышленного и сельскохозяйственного производства. Среди основных задач увеличение продолжительности уровня жизни населения, снижение бедности, улучшение жилищных условий, доступность услуг здравоохранения и образования. Если говорить, допустим, о наших социальных отраслях, ну я уже много раз говорил, да, у нас один из немногих регионов, где бюджет здравоохранения абсолютно самодостаточный. Вот 19 миллиардов с лишним рублей, такого никогда не было, я не помню, в истории республики, чтобы общий бюджет здравоохранения составлял такие цифры. И действительно, сколько мы сделали. Не только на селе, где строятся ФАПы, 18 поликлиник, которые были построены и отремонтированы за прошлый год. Вы посмотрите, в каждом новом микрорайоне, который у нас сдается, на первых этажах есть поликлиники. Очень приятно ощущать, что в селе образования сегодня происходят значительные изменения. Но первый, самый примечательный факт, что бюджет на образование вырос, значительно вырос. И он сегодня составляет более 17 миллиардов, почти 18 миллиардов. Для меня, как ректора педуниверситета, очень важно, что сегодня в числе приоритетов обновление педагогического состава, поддержка молодых учителей. И вы помните, наверное, инициативу Владимира Владимировича Путина от земского учителя. И, соответственно, подготовка кадров, обновление кадров. А самое главное, повышение квалификации педагогического кадров. На это тоже выделяются ресурсы. Вот это очень примечательно. Также депутаты республиканского парламента задали ряд вопросов по отчету, к примеру, о стимулировании рождаемости, повышении инвестиционной привлекательности и улучшению делового климата в Чувашии. Продолжилась сессия уточнения бюджета на 2019 и плановые периоды 2020 и 2021 годов. Чем обедают наши школьники, воспитанники детских садов и пациенты больниц? Проблемы организации социального питания обсудили в Комитете по социальной политике и национальным вопросам Государственного совета Чувашия. Что такое лечебное голодание? Питание в больницах. Это, конечно, шутка из интернета, однако в каждой шутке есть доля шутки. Россияне привыкли, что в лечебных учреждениях лучше есть то, что родные принесли из дома. Ситуация несколько улучшилась, когда лечебные учреждения отдали сферу питания на аутсорсинг. Однако предприятия, которые взяли эту функцию на себя, жалуются. Согласно условиям аукциона, организовать завтрак, обед и ужин нужно по минимальной цене – около 117 рублей в день на человека. При этом с них требуется заплатить арендную плату за помещение больницы, там же оплатить коммунальные услуги, плюс затрата повара, перевозка, налоги. Из 117 рублей остается 65 рублей. Вот, например, меню. Каша рисовая молочная вязкая с маслом, кофе с молоком, масло сливочное крестьянское идет в день. Это завтрак. Плюс хлеб ржаной и хлеб пшеничный. Обед за те же 60 рублей дальше пошло. Борщ со сметаной, гуляш из отварного мяса, картофельный пюре с растительным маслом, компот и сухофруктов. Ужин. Капуста тушеная, сосиски отварные, плюшка, чай с сахаром, кефир. Это на один день я меню зачитал. Кто-нибудь из вас может за эти деньги все это приготовить и дать людям? Никто. Мы вынуждены искать самые дешевые продукты. В школах ситуация проще. Там арендную плату платить не требуется. Но проблемы тоже есть. Местные производители, у которых комбинатом питания рекомендовано закупать продукты, не всегда могут покрыть потребность. Не всегда есть возможность закупить тот или другой объем. Это в основном мясопродукты, это в основном овощи или, допустим, в основном это курица и яйцо. По мясной промышленности. В последнее время очень часто стали подниматься цены, но, видимо, не столько зависит от производителя, сколько от существующей ситуации, наверное, которая создалась по всей России. Хорошим подспорьем для школ является выращивание овощей в своих теплицах и на пришкольных участках. Однако для городских учебных заведений это не вариант, отметила заместитель министра образования Чуваши Алифтина Федорова. Практика была, что выращивали сельхозпродукцию, но, увы, местные жители почему-то считают, что можно пользоваться и не всегда это возможно сохранить. Что касается качества, за 2018-2019 годы Роспотребнадзор провел 120 проверок из нарушений несоответствия рациона изначально разработанному меню несоблюдения калорийности блюд. Вынесены 14 постановлений о назначении штрафов. Налаженная система контроля позволяет предотвращать серьезные нарушения. Контроль в организациях питания у нас трехуровневый. Это государственный контроль, надзор осуществляет органы Роспотребнадзора, Росельхознадзора, Министерство сельского хозяйства. Также в каждом учреждении действует система внутреннего контроля. В последнее время активно развивается общественный контроль и независимая оценка качества услуг в социальной сфере, в том числе и в питании. В целом по республике горячее питание в школах получают более 97% учеников. Согласно опросу, который провел Общероссийский народный фронт, в нашей республике недовольны качеством школьных обедов только 9% респондентов. Председатель комитета Вячеслав Рафинов отметил, озвученные проблемы депутаты обсудят совместно с другими комитетами. 25 апреля, в день рождения просветителя Ивана Яковлева, республика отметила День чувашского языка. К этой дате Государственный совет провел благотворительную акцию «Подари ребенку книгу на чувашском языке». Первыми новые книжки получили ученики Кшаужской школы Чебоксарского района. В актовом зале Кшаужской школы пяти-шестиклассники. Как и положено подросткам, они любят играть в компьютерные игры и смотреть видео на ютубе. Однако книги их тоже увлекают, особенно если с красивыми картинками и захватывающим сюжетом. Мне нравится читать про приключения. Я люблю читать фантастика. Пока книжные герои совершают подвиги, юные читатели развивают воображение и память расширяют кругозор. Мы понимаем, как правильно писать слова. Теперь библиотека Кшаужской школы пополнится новыми книгами. Инициатором выступила председатель парламента Альбина Егорова. Она рассказывает, в ее детстве книги были дорогие. И читать она ходила к родным, чей достаток позволял пополнять библиотеку. Эта акция очень нужна. Очень нужна, прежде всего, тем ребяткам, которые начинают читать, начинают общаться с книгами, изучают. Чаще бывает, что в семье все-таки родители знают чувашский язык, а дети не знают. Но нам хотелось, чтобы значимость чувашского языка не терялась. За время акции книги на родном языке получили школы в каждом районе. У Государственного Совета Республики появилась своя аллея. Деревья на склоне Чебоксарского залива высадили депутаты нынешнего созыва и ветераны чувашского парламентаризма. Саженцев 42, но желающих заложить новую аллею было куда больше. Кому орудовать лопатой, а кому носить воду, депутаты решили без прений. Большинству депутатов не впервой закладывать аллеи. В этом деле, говорят парламентарии, важна каждая мелочь. Совет от бывалых, чтобы деревья приспособились, их ветви должны быть обращены к югу и северу. Так же, как саженцы росли в питомнике. Я работал много лет в больнице Чебоксарской центральной районной больнице. Там сажали деревья, в районе сажали деревья, сажали парки. Самое главное при посадке деревьев посадить мы много можем. Самое главное сохранить, чтобы они все пошли, чтобы они все росли. Поводов заложить аллею у депутатов немало. 27 апреля в стране отметили день российского парламентаризма. Впереди 25-летие госсовета и юбилей столицы региона. Мы знаем, что город Чебоксар у нас в числе лидеров по комфортности, по благоустроенности среди городов Российской Федерации. С учетом этого, конечно же, создание вот такого еще аллеи, именно во время проведения субботников, посадки деревьев, когда весна. Это очень важно. Это объединяющее всех людей, поколений, я уже сказала, но и убеждений. Чтобы в парламенте, несмотря на свои взгляды, была одна дружная цель – это благосостояние наших граждан и процветание нашей республики. От исполнительной ветви власти деревья сажал глава региона. Михаил Игнатьев отметил, что это только начало благоустройства набережной залива. Чтобы на этом склоне, соответственно, все больше кустарников, плодовых появлялось. Не просто там деревья. И это очень важно, потому что дети и те молодые люди, которые будут гулять, мы рассчитываем, что они бережно будут наноситься. Нынешний вклад в благоустройство залива от депутатов – 33 астролистных клёна и 9 саженцев елей. Аллея будет называться дружбой. В этом случае депутаты приняли решение единогласно. Затем, как растут деревья, народные избранники пообещали наладить депутатский контроль. Ни один кустарник, ни один сейнец не должен засохнуть. Это была программа «Законодатели». До свидания. Субтитры подогнал «Симон»